Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Ремонтные работы на лесозаводском мосту приостановлены из-за ошибок проектировщиков. Возобновятся в сентябре текущего года. Строители продолжат возведение объездного автомобильного моста. Здесь будет город-сад. Ненецкий округ активно участвует в масштабной экологической акции «Сохраним лес». Общероссийский проект в регионе проходит в рамках проведения Дней Печоры. Благодаря новой президентской программе социальной догасификации, жители региона смогут на безвозмездной основе присоединить свой земельный участок к газовой сети. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. По данным на 10 сентября в округе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом. 895 человек изолированы, 158 человек находятся на лечении с диагнозом COVID-19. Ковидная статистика в регионе растет, эпид-обстановка ухудшается. Единственная положительная цифра в сегодняшней статистике – это 10 выздоровевших пациентов. С их учетом общая картина дня по заболеваемости COVID-19 не улучшилась. Заболевших коронавирусом за минувшие сутки стало на 12 человек больше. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 158 человек. В стационаре Ненецкой окружной больницы получают лечение 40 пациентов. Амбулаторно лечится 118 человек. С начала пандемии в регионе проведено более 41 тысячи ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 895 человек, как близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Здесь будет город-сад. Ненецкий округ активно участвует в масштабной экологической акции «Сохраним лес». Общероссийский проект в регионе проходит в рамках проведения Дней Печоры. Посадка деревьев на общественных территориях занимаются все – от волонтеров и добровольцев до известных политических деятелей. И наш округ не стал исключением. 60 саженцев образовали аллею рядом с новой третьей школой. Ольга Рустул расскажет подробнее. Кирилл, помочь тебе? Чуть-чуть. Ты сам? Ну давай сам. Ученик первого Б-класса третьей школы Кирилл Шевелев – опытный садовод. На его счету уже есть одно дерево, поэтому в посторонней помощи он не нуждается. Говорит, что главное при посадке деревьев – полив. Ну да, посадил у себя. Какое это дерево посадил и как это было трудно, нетрудно? Ну это было не трудно, а я не помню просто. Территория третьей школы и детского сада для проведения акции выбрана не случайно. В новом микрорайоне чрезвычайно мало зеленых насаждений. Березовая и рябиновая аллея была бы здесь очень кстати. К слову, во время акции было высажено 60 деревьев. Ну мне кажется, это очень замечательная идея, мы очень рады. Потому что их прям катастрофически не хватало. И что в таком количестве такая большая аллея, я думаю, что она очень украсит не только нашу аллею около школы, но и в целом весь микрорайон. Участие в общероссийской экологической акции принимают все желающие. В масштабах страны это более 12 миллионов человек практически во всех регионах России. В этом году к посадке деревьев за полярным кругом присоединились федеральные волонтеры. Они охотно участвуют в экологических проектах по уборке территории посадки деревьев. Я раньше на севере никогда не была. И то понимание, что теперь тут растет береза, которую я сожжала своими собственными руками, ну прям вот очень греет. Я хочу поставить себе, наверное, цель приехать сюда через несколько лет, наверное, даже десяток лет, и посмотреть, выросла она, и как она вообще сейчас выглядит. За время проведения акции «Сохраним лес» в Ненецком округе было высажено порядка 150 насаждений. Традиционно свое дерево и не одно посадил и губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. У нас в округе не так много деревьев, в других регионах их гораздо больше. Леса у нас заменяют бескрайние просторы тундры, поэтому я очень надеюсь, что мы не просто посадим 150 деревьев, мы дадим жизнь новым растениям в нашем округе, а это значит, сохраним природу. В этом ему помогала известная блогер, журналист и общественный деятель Ирена Понарошку. Участие в акции медийных лиц привлекает к проблеме сохранения лесов внимание общественности. Вы знаете, я, во-первых, никогда с губернаторами деревья не сажала, но ваш губернатор справляется просто отлично. Он и про лунку для полива все знает, и про высоту посадки вообще работает лопатой и прекрасно. Акция «Сохраним лес» в Ненецком округе – одно из мероприятий в череде экологических событий этой осени, которые состоялись в рамках проведения Дней Печоры. От заседания за круглым столом до конкретных действий – посадки деревьев и уборки общественных территорий в рамках акции «Чистая Арктика». Третья школа – это знаковый объект для всего региона. Его ждали долгие годы, вложили огромные средства, построили довольно короткие, рекордно короткие сроки. Поэтому украсить данную территорию лесными насаждениями – это наш долг, это, мне кажется, наиболее правильное решение. Также саженцы будут высаживаться и на территории четвертой школы, и в других местах. Мы годом ранее проводили акцию тоже на территории третьей школы. То есть мы постепенно, постепенно наращиваем этот лесной массив, надеемся, что это пройдет к своему эффекту, и наша территория, качество жизни повысится в связи с этим. Всего в рамках общероссийской акции на территории Наринмара будет посажено 150 деревьев. Кроме того, запланированы экологические субботники по уборке территории с участием волонтеров. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». История поселений Заполярного района в судьбах и лицах. Поселки-искатели торжественно презентовали новую книгу, посвященную 15-летнему юбилею самого крупного в Ненинском округе муниципального образования. Подробности далее. Автор книги Инга Артеева принимает поздравления. Состоялась презентация ее работы за Полярный район, люди и дела. Был проделан большой путь. Исследованы населенные пункты округа. До многих добраться не так-то просто. Проведены часы за разговорами с местными жителями. Они с любовью делились историями, показывали свои деревни и села, советовали, к кому лучше обратиться за ценной информацией. Хочу выразить признательность всем людям, которые живут на этой земле. И которые за время работы над книгой стали для меня родными. Это и почетные граждане, это и члены сельских советов, и простые жители. Книга издана в честь 15-летней годовщины со дня образования Заполярного района. В ней рассказано о становлении и жизни района со дня его основания. Отражены основные аспекты развития муниципальных образований. Когда рождалась идея, и когда депутатский корпус у нас выступил с предложением сделать книгу о Заполярном районе, с тем, чтобы можно было рассказать, мы думали об концепции, концепция была одна – о людях и их делах. В состав Заполярного района входит 19 поселений. И книга задумывалась как сборник истории о судьбах проживающих там людей. Книга прежде всего о людях. О тех людях, благодаря которым район проходил становление. И сегодня он такой, опять же, благодаря тому, что трудились люди. Это их трудами, это их руками создается история района. Издание этого труда стало возможным благодаря грантовой поддержке. Помимо книги была представлена и настольная игра. В процессе ее участники познакомятся с населенными пунктами и узнают чуть больше об известных личностях Заполярного района. Напечатаны 500 экземпляров игры, которые будут переданы в школы и детские сады муниципальных образований. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В России стартовала президентская программа социальной догазификации. Ненецкий округ также включился в реализацию мероприятий данной программы. О целях ее и задачах расскажем в следующем сюжете. Благодаря новой президентской программе социальной догазификации, жители региона смогут на безвозмездной основе присоединить свой земельный участок газовой сети. По социальной программе уже идут работы по догазификации в поселке Мерный. На сегодняшний день поступило 14 заявок на безвозмездное проведение газа от газораспределительной станции до земельного участка. До конца сентября планируется закончить все работы по заявкам, которые удовлетворяют требованиям проекта. В настоящее время у нас 14 заявок, соответствующих требованиям. Это 200 метров до точки врезки, расход не более 7 кубов. И основной параметр это, чтобы строение было зарегистрировано в госреестре. За неделю газовая служба планирует возводить порядка двух-трех объектов. Работы ведутся в ускоренном режиме из-за климатических особенностей региона. Также разрабатывается дополнение к программе о возмещении средств, потраченных на проведение газовых труб от начала земельного участка к самому дому и подключение газового оборудования внутри помещения. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» отвечает за приведение в нормативное состояние транспортных артерий России. В Ненинском автономном округе проект также реализуется. О том, какие дороги были приведены в порядок в 2021 году и какие еще ждут своей очереди, расскажет Елизавета Кабанова. Погодные условия в Ненинском округе напрямую влияют на сроки ремонта дорожного полотна. В регионе только 27% дорог из запланированных уже покрыты асфальтобетоном. Это связано с погодными условиями, потому что у нас по улице Полярной мы ловим окна и в окна укладываем асфальт, когда позволяет погода. Дождливую погоду мы асфальт не укладываем, потому что это скажется на качестве укладки. Участок дороги на Полярной улице уже практически готов. Планируется, что завершат работы здесь в ближайшие выходные, но все опять же зависит от погодных условий. После завершения работ на Полярной подрядчик приступит к реконструкции дороги по улице Ленина. Идет реконструкция автомобильной дороги по улице Ленина на участке 60 лет СССР до улицы Рыбников. Это 490 метров, в среднем канализации. Значит, туда у нас подрядчик нашей Дорцову для укладки асфальта выйдет после того, как и закончит работу по Полярной. На дороге Наринмар поселок Искатели также продолжается реконструкция. Помимо реконструкции городских дорог в округе продолжается строительство автомобильной трассы Наринмар-Усинск, которая свяжет труднодоступный регион с большой землей. Завершение строительства жителей региона ждет уже не одно десятилетие. Круглогодичная доступность Ненецкого округа позволит улучшить качество жизни северян и снизить стоимость продуктов питания. Ненецкого округа в этом году реализуется строительство автомобильной дороги Наринмар-Усинска. 4,6 километра в настоящее время на заключение соответствий и готовится к воду. 12 километров дороги будет введено до конца года, где-то ориентировочно на ноябре месяца. Всего на строительство дороги Наринмар-Усинск выделено порядка 6 миллиардов 630 миллионов рублей, 80% из которых уже освоены. Но это не единственная волнующая жителей тема. Вызывает достаточное количество вопросов ремонта лесозаводского моста. Работу на объекте вроде бы и начали пару лет назад, но практически сразу же и остановили. Идет капитальный ремонт мостового сооружения через лесозаводскую курью. 15 сентября туда подрядчик должен выйти. Должны прийти трубы для продолжения строительства объездного моста. Напомню, ремонтные работы на мостовом сооружении были приостановлены из-за ошибки проектной организации. В сентябре этого года работы возобновят. По контракту работа на объекты должна завершить до конца следующего года. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Управлении внутренних дел России по Ненецкому автономному округу состоялась рабочая встреча сотрудников полиции с депутатами окружного собрания, которым продемонстрировали алгоритм действий быстрого реагирования. В ходе встречи представители полиции обсудили с региональными парламентариями текущие задачи, требующие совместных решений. Все реагирование, все начинается отсюда. Одно из самых важных подразделений полиции – это дежурная часть. Именно здесь начинается работа всех служб быстрого реагирования. Алгоритм работы дежурной части достаточно прост. Гражданин, находящийся в жизнеугрожающей ситуации, звонит в отделение со своим обращением. А дальше уже к работе приступают сотрудники полиции. Ваше сообщение принято. Оставайтесь на месте. Сейчас к вам направятся сотрудники полиции. Круглосуточно на страже порядка в отделении дежурной части трудятся несколько сотрудников полиции. Работа в отделении экстренного реагирования достаточно сложная. Помогает в работе аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», что ускоряет время на предотвращение нарушений или их раскрытия. Ситуация, которая происходила, попадала под камерами и, соответственно, способствует раскрытию преступлений либо каких-либо правонарушений, в том числе в течение дежурных суток. В городе Наринмаре и поселке Искателей установлено 64 камеры видеонаблюдения и 28 установок экстренной связи. Также большое преимущество аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в том, что он распознает личность человека. Продемонстрировали депутатам и условия содержания доставленных в полицию нарушителей правопорядка. В целом, полицейская служба – это в первую очередь безопасность граждан, их защита от тех, кто нарушает закон. Направление нашей деятельности, в основном, конечно, связано с обеспечением безопасности наших граждан, жителей нашего округа, жителей города Наринмар. Ну и, соответственно, по нашей совместной с вами работе, по обеспечению их безопасности и, собственно, в какой-то части раскрытии выявления преступлений, правонарушений. Нужно отметить, что работа органов правопорядка осуществляется в непосредственном сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления. У нас сегодня, конечно, скорее рабочая встреча, для того, чтобы мы могли определиться с нашими задачами, а я имею в виду, прежде всего, взаимодействие. Почему? Потому что мы сейчас начинаем работать над бюджетом, это ваша техническая оснащенность, это вопросы нашей безопасности, это ваши работы, это ваши функции, это ваши задачи. Ну, конечно же, эти вопросы мы решаем с вами вместе, поэтому между окружным собранием и управлением ВД сложились в этом плане конструктивные взаимоотношения. В ходе рабочей встречи сотрудники полиции и представители законодательного собрания региона обсудили текущие вопросы, требующие совестного решения. Особой отличившимся в службе полицейским были вручены благодарственные письма собрания депутатов Неницкого автономного округа. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Решить проблему безнадзорных животных в Неницком округе раз и навсегда, причем на законодательном уровне, в том числе на селе. Эти вопросы обсудили на станции по борьбе с болезнями животных. Подробности у Ольги Русул. Здесь мы работаем с особо опасным материалом. Марина Ивкина, заведующая отделом лабораторной диагностики, проводит небольшую экскурсию на станции по борьбе с болезнями животных. Это лабораторный корпус, пожалуй, самый интересный с точки зрения обывателя. Здесь проводят анализы, причем для всех ветеринарных нужд региона. Делают пробы на возбудителей опасных инфекций и другие важные исследования. Для каждого из них оборудовано отдельное помещение. Такой большой набор помещений, потому что разные виды лабораторных исследований должны проходить в изолированном помещении. То есть мы одни и те же исследования можем в одной комнате проводить. Современное здание, отличное оборудование, вот только аппарат УЗИ старенький. На прием к ветеринару жители округа со своими домашними питомцами приходят в отведенные часы и по записи. Даже здесь коррективы внесла пандемия. Прием мы ведем по записи. Вот как началась пандемия, в принципе, нас устраивает такая форма работы. То есть нету искученности и люди, в общем-то, не ждут, а приезжают к милочному времени. Но это, разумеется, если нет таких коллекционных ситуаций. Руководитель станции Ольга Чупрова говорит, это не первая встреча с депутатом. Несколько месяцев назад коллектив также обращался к Сергею Коткину. Вопрос удалось сдвинуть, как говорится, с мертвой точки. Проблема с безнадзорными животными касается не только нас, сотрудников станции по борьбе с болезнями животных. Это тема такая, волнует всех. На федеральном уровне закон, регулирующий действия специальных служб в отношении безнадзорных животных, приняли. Но имеются недоработки на региональном. Теперь необходимо предусмотреть все нюансы, чтобы специалисты на местах имели необходимые полномочия в отношении брошенных мурок и шариков. У них есть полномочия по отлову животных в домашних, беспризорных, населенных пунктах, муниципалитетах. Но в муниципалитетах нет условий для содержания вот этих животных. С тем, чтобы они там вакцинировали, стерилизовали. Вот эти все вопросы. Но более того, самое удивительное опять, вот этот нонсенс, когда они там отлавливают это животное, его надо доставить сюда, в Наринмар. А рейсовым пассажирским мы и не можем доставить это животное. Представьте себе, нам нужно заказать спецрейс для того, чтобы привезти собаку или кошку с шойной. Все вопросы, озвученные в ходе рабочей встречи, работниками ветеринарной службы возьмут на карандаш, чтобы впоследствии подготовить обращение в профильный комитет Государственной Думы. Мы это обращение направлено в профильный комитет Государственной Думы. Мы получили ответ. Значит, те предложения, которые они сейчас пытаются сделать, реализовать предложения наших сотрудников, внесена законодательная инициатива председателем комитета в Государственной Думе, с тем, чтобы частично хотя бы решить те вопросы, которые возникают у наших сотрудников, не только здесь, в Ненецком автономном округе, а в целом по России. Работники станции по борьбе с болезнями животных уверены, скоро волнующие их вопросы будут решены, и проблем, возникающих в отношении безнадзорных животных, станет чуточку меньше. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.